вы все еще на канале автомаркетолог и меня все еще зовут санников дмитрий ну что же шаг за шагом эфир за эфиром неделя за неделей мы добрались до мотивации схемы мотивации руководителя сервиса и мой совет сегодняшний будет касаться того каким образом выстроить схемы мотивации руководителя сервиса для того чтобы обеспечить эффективность работы сервиса работа предприятия сервисного предприятия и так чего же хочет собственник бизнеса помимо прибыли сегодня и сейчас на мой взгляд собственник бизнеса хочет получить стабильность ну то есть чтобы прибыль была и сегодня и завтра и послезавтра ну это такое знаете вступительное слово дальше давайте разберемся с самой схемой и так ну стандартно для руководителя сервиса как и для любого другого персонала предприятия предусмотрен оклад и переменная часть про клад стандартно ничего не говорим но вот переменная часть руководителя сервиса это очень интересный важный фактор и так что нам хотелось бы получить в виде схемы мотивации для руководителя сервиса для того чтобы обеспечивать ту самую стабильность извлечения прибыли ну переменная часть на мой взгляд должна в себе содержать несколько факторов первой должна быть база для начисления в виде для базы для начисления на мой взгляд должна быть валовая прибыль что такое валовая прибыль валовая прибыль это выручка минус себестоимость запасных частей которые реализуют сервисное предприятие ну то есть его еще называют этот показатель gm1 gross margin первого уровня соответственно вот на мой взгляд руководитель сервиса напрямую должен влиять на эту самую валовую прибыль то есть именно он должен управлять доходами предприятия включая запасные части и расходами предприятия включая опять же запасные части соответственно мы получаем валовую прибыль почему не выручка почему не операционная прибыль ну дело в том что много показателей есть которые завизит именно вот от вот ну который завязан на на валовую прибыль такие как например фото к валовой прибыли это ведь тоже показатель который демонстрирует уровень доходности предприятия и на этот показатель также влияет руководитель сервиса если мы возьмем выручку например то чисто гипотетически предприятие может выработать определенное количество денег то есть выработать значит положить деньги в кассу но это не будет доходом это будет лишь просто деньги в кассе и очень важно чтобы себестоимость не перекрывала эту самую выручку поэтому валовую прибыль это выручка на себестоимости на мой взгляд валовка это очень важный элемент который кстати нам дает возможность правильно корректно считать вот эту базу для начисления руководителя отдела сервиса следующий теперь это обязательно операционная прибыль что такое операционную прибыль это валовая прибыль минус расходы отдела сервиса отделы сервиса плюс запасные части плюс доп оборудования все сильно зависит от того как вы на каким образом вы выстроили работу вашего сервисного предприятия какие отделы включены в подчинение руководителя отдела сервиса соответственно что такое операционная прибыль это и есть тот по сути доход который обязан руководитель сервиса принести в кассу ну не в кассу уже а в данной ситуации почти в карман руководителя ну или собственника бизнеса именно руководитель сервиса влияет на то сколько заплатить тому или иному сотруднику как выстроить схему мотивации различных сотрудников для того чтобы обеспечить эффективность работы сервисного предприятия поэтому руководитель сервиса должен управлять расходами сервиса и отдела запасных частей это обязательно ну таким образом мы имеем возможность управлять зарплатой сотрудника через базу для начисления в виде валовой прибыли дальше через К1 это операционная прибыль и здесь уже важен второй КПИ который который я сейчас буду говорить это теплота клиентской базы и вот это как раз КПИ который показывает насколько стабильное предприятие прибыль ведь мы можем получить в одном моменте ну то есть завтра пришли на работу ободрали извините пожалуйста клиентов заплатили клиента на много денег и мы заработали много денег а послезавтра клиенты не пришли соответственно нам крайне важно чтобы клиенты возвращались и вот теплота клиентской базы данных это и есть как раз возвращаемость клиентов что такое теплота и как ее измерить в чем ее измерить и как ее разложить на составляющие для того чтобы было понятно И для того, чтобы можно было рассчитать зарплату руководителя сервиса Я делю теплоту и клиентов на четыре категории Горячий, теплый, холодный и потерянный Горячий клиент, это как перед вами сейчас на картинке Это тот клиент, который посещал сервисное предприятие Два и более раз за последний календарный год Ну то есть год по вчерашний день Теплый клиент это тот, который посещал сервис Либо покупал запасные части Я сейчас не говорю про покупку автомобиля Совершенно точно Теплый клиент это тот, кто посещал сервис всего один раз за последний календарный год Холодный, холодный клиент Его не было в прошлом году в календарном Но был в позапрошлом Ну и потерянный два года нет человека у нас И мы его потеряли Ну и к слову сказать Действительно выясняется Ну много исследований есть на эту тему И выясняется, что потерянный клиент Если два года его не было То его вернуть крайне тяжело Да даже можно сказать невозможно обратно Каким образом все же теплота базы данных влияет на стабильность Ну здесь на самом деле все просто Дело в том, что если клиенты возвращаются То они привозят деньги И соответственно чем дольше клиент привозит деньги по времени Тем больше у нас денег всего И тем стабильнее наше предприятие Ну этого тоже мало Дело в том, что клиенты могут привезти разные деньги Могут привезти много Поменьше Ну и совсем мало Поэтому я бы клиентскую базу данных разделил еще на три категории Это VIP, премиум и комфорт Ну допустим Если клиент за весь свой срок дружбы с предприятием Заплатил, к примеру, 200 тысяч и более Его можно назвать VIP Если только, допустим, от 50 до 200 То его можно назвать премиум Ну и если от 0 до 50, то комфорт Ну я предлагаю вот такую сегментацию А дальше интересная картина получается Если мы с вами наложим частоту посещений На количество денег, которые привозят клиенты То для нас совершенно очевидным станет, что сегмент VIP горячий наиболее важен Ну на второе место можно поставить VIP теплый Ну то есть VIP много платят Много денег приносят предприятию и часто приезжают Это VIP горячий Теперь смотрите, какая история Если мы с вами возьмем нашу базу данных И разложим всех наших клиентов, которые есть на сервисе Вот в двух направлениях Это с точки зрения денег и с точки зрения количества посещений И посмотрим на то, с какой скоростью они от нас убегают То мы можем рассчитать Когда предприятие закроется Ну и соответственно, это крайне важный показатель Для того, чтобы его отслеживать Держать все время его внимание И ставить в виде задачи руководителя сервиса на удержание На удержание показателя Если разложить всех наших VIP-ов, премиумов Теплых, горячих, холодных И показать на графике То может быть такая картинка, как перед вами, например, сейчас на экране Что мы видим? Ну, например, некое предприятие Это живое, настоящее предприятие Не буду называть его название Мы с вами можем увидеть, что количество VIP-ов горячих Это синенькое Вот, у нас прирастает потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть Но идет положительная динамика Это здорово Это классный результат Но не та динамика, которой хотелось бы При этом, если посмотреть на VIP-ов теплых, холодных, потерянных Вот внизу три линии То они примерно имеют плата Ну, то есть, более-менее колеблется вокруг одной и той же цифры Ситуация, в принципе, неплохая Вроде бы все хорошо с VIP-ами Но есть определенная засада Вот с премиумами Обратите внимание Премиум горячий Это те, кто от 50 до 200 тысяч Ну, в данной ситуации это именно так Вот, платят И приезжают очень часто Два и более раз Их количество падает Ну, то есть, в динамике с января по август Количество этих товарищей сильно сокращается При этом, обратите внимание Рыжие, желтое и серое Это VIP-ы Ой, прошу прощения Премиумы Теплые и премиумы холодные Их количество растет Это означает, что ситуация уже не очень хорошая Ну, а если посмотреть на комфорты Тех, которых очень много на этом предприятии Которые немного денег приносят Но их очень много То мы видим очень отвратительную ситуацию С комфортом потерянным Ну, то есть, их количество прям резко растет Динамика очень, очень положительно Отрицательная, так скажем Ну, то есть, положительная потому, что вверх А отрицательная потому, что деньги теряем Потому, что клиент от нас уходит И при этом, если посмотреть на комфортов горячих Это синенькие То их количество сильно падает В динамике Это означает, что на предприятии Ну, не так Не так много осталось Не так долго ждать Пока на предприятии станет совсем грустно Вот, соответственно Вот именно вот этим всем Руководитель сервиса Обязан управлять Он должен отслеживать VIP-ов, комфортов, премиумов Он должен отслеживать теплых, горячих, холодных И делать так, чтобы база только теплела Поэтому второй KPI, который есть в зарплате у руководителя сервиса Это Я вернусь Теплота клиентской базы данных Это очень важная тема И ее обязательно нужно использовать в схеме мотивации руководителя Кстати говоря Насколько я знаю, еще пока Ну, по пальцам можно посчитать предприятие Где я использую этот показатель для оценки руководителя сервиса Ну, что же Третий KPI Это клиентская лояльность Тут никого ничем не удивишь Ну, то есть Чем больше лояльных клиентов Тем больше денег на предприятии Тем выше стабильность И вот здесь Вкупе с теплотой клиентской базы Клиентская лояльность работает как Как элемент синергии Ну, то есть Они вместе дают Необходимость руководителю сервиса Не сидеть ровно на попе Извините Пожалуйста Ну вот А все время что-то предпринимать для того, чтобы возвращать клиентов И делать так, чтобы клиенты были счастливы и довольны Ну и последний, четвертый KPI Это стандартная спецзадача Это именно то, что вы, как собственники Как директора предприятий Хотели бы, ну, включить руководитель сервиса В виде дополнительного KPI Что это может быть? Что это может быть? Да что угодно Ну, например, объем дебюторской задолженности Или, ну, или, например, это может быть Качество обслуживания Точно такой же KPI, как он может быть руководителем Мастера цеха в мотивации Почему бы руководитель сервиса не завязать на этот KPI в том числе? Соответственно, коллеги От меня совет Если вы хотите, чтобы ваш руководитель сервиса управлял вашим бизнесом И делал это так, чтобы деньги были и сегодня, и завтра Ну, то есть, получается стабильность Вот вам, пожалуйста, в виде совета схемы мотивации Берите, используйте Спасибо большое Меня зовут Дмитрий Сальников Вы на канале Автомаркетолог До следующих встреч До свидания Продолжение следует...